Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну, а поскольку сегодня четверг, мы с вами будем обсуждать локальную тему, тему важную, интересную, многим слушателям, я уверен, ну и как минимум троим присутствующим в этом студии. Трои, я себя тоже, если позволите, к вам присоседюсь. Итак, тема мы назвали так, комфортный трейдинг. Какой он? Ну, собственно, будем разговаривать о профессии, непосредственно о профессии трейдера. Надеюсь, я обсудим ее с разных сторон. Поговорим о большом количестве нюансов. Ну и попытаемся, кстати, определиться, в чем комфорт этого самого трейдинга. Я думаю, что это такая разноплановая, не очень материальная, кстати, да, такое определение, достаточно разноплановая. Ну что ж, прежде всего, в студии сегодня профессионалы-трейдеры. Сергей Дорогавцев, управляющий активами, начальник отдела биржевого рынка, кондиционной компании «Финам». Сережа, добрый день. Добрый день. В студии Дмитрий Ладошкин, генеральный директор компании «Трейдматик». Дмитрий, добрый день. Да, добрый день. Телефон студии, уважаемые слушатели, для вас, я напоминаю, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании «Финам.фм». Вы можете воспользоваться этими средствами коммуникации, как сейчас принято говорить. Можете позвонить, написать нам на сайте, задать свои вопросы, поделиться собственными мыслями. Ну, на самом деле, я думаю, вопросы как раз будут наиболее актуальны, потому что есть возможность эти вопросы задать профессионалам. Повторю еще раз, мы сегодня говорим о профессии трейдера. Комфортный трейдинг, комфортный трейдинг. Ну что ж, давайте начнем. Ну, если можно, так сказать, да, для затравочки, что называется, вот это слово «комфортный». Комфортный. В каком контексте, Сереж, тебе первый вопрос, в каком контексте ты бы его рассматривал? Комфорт, ну, чисто, я не знаю, там, комфорт в смысле удобства, вот, да, для того, чтобы у меня там была постоянная кривая, восходящая кривая доходности, мне надо, чтобы я себя хорошо чувствовал на рабочем месте. Поэтому рабочее место должно стоять, там, я не знаю, пару мониторов, чашки кофе, что там у тебя еще на рабочем месте? Ну, если говорить о комфортном трейдинге, я бы, пожалуй, в первую очередь подумал о психологическом комфорте. Все же это на первом месте? Да, то есть человек, когда торгует, он должен себя чувствовать уютно, удобно психологически, потому что если то, что он пытается делать на рынке, противоречит его каким-то, ну, задним взглядом, установкам, он долго не протянется в таком режиме. Подожди, подожди, удобно, комфортно. Это с точки зрения психологии, ты говоришь, да? Это связано исключительно с, я скажу, со взаимодействием с рынком, или комфорт, он определяется еще какими-то жизненными обстоятельствами? Это тоже... С взаимодействием с рынком, на мой взгляд. Все-таки с рынком. Да. Ну, грубо говоря, нельзя совершать какие-то краткосрочные операции, какие-то краткосрочные спекуляции, длящиеся там по пять минут, если трейдер, инвестор смотрит на рынок глобально. И наоборот, краткосрочный спекулянт не сможет долго удерживать позицию, там, месяцами или годами. Вот, все его естество будет его подначивать, подталкивать, как можно быстрее зафиксировать прибыль, которую там вот нарисовал за последние три с половиной минуты. Да, чуть-чуть забрежжило. Подожди, хорошо, а тогда вот это вот его естество, как ты говоришь, оно, как принято говорить, это естество при рождении появляется, или после какого-то процесса, я не знаю, обучения, или после какого-то продолжительного или не очень опыта торговли. То есть человек приходит к тому, что я, может быть, несмотря на то, что и раньше как-то иначе смотрел на рынок, но понимаю, мое естество все-таки спекулятивное. Или наоборот, мое естество инвестиционное, да, долгосрочное, среднесрочное. И поэтому вот именно так мне нужно вести себя. А это вот очень сложный такой вопрос, и с ним сталкивается любой человек, который приходит на рынок и начинает торговать. То есть когда человек приходит, он еще сам для себя не может сказать, какая манера торговли ему подойдет. Ведь на рынке миллион способов существует, как зарабатывать деньги. Можно торговать краткосрочно, как мы говорили, долгосрочно, по тренду, против, арбитраж, масса вариантов. Не знаю, фьючерсы, опционы, акции, что угодно, облигации, в конце концов. Форекс. Форекс, да. Это как кульминация у нас, да, в конце списка уже. Да-да-да. Ну, про форекс не будем. Барабаны. И трейдер, начинающий трейдер, наш человек, который торгует, он сам должен для себя понять, что ему комфортнее, к чему лежит душа, что у него лучше получается. Ну, грубо говоря, это как ехать на машине, да. Я очень люблю этот пример. Кто-то активно перестраивается между рядами, да, там, 10 раз туда-сюда перескочит, туда-сюда подрезал, там всех уехал. Вот-вот-вот. А кто-то, это вот такой краткосрочный скальпер, да, который много сделок делает. А кто-то встал в свой ряд и тихо, спокойно там, тошнит 60 км в час. Он тоже доедет до своего дачного участка. Вот. Точно так же и на рынке. Кто-то, значит, активно там что-то предпринимает, кто-то встал в свою колею. А если вот эту метафору использовать, тот, кто на дороге суетится, он подрезает периодически, да, так сказать, соплеменников. А скальпер, он кого подрезает? Скальпер подрезает... Депозит свой периодически? Да, неумелость. Скальпер подрезает, прежде всего, самого себя, потому что надо соблюдать определенные... Дистанции. Соблюдать дистанцию, да, и за рисками, там, за... Это важные моменты. Спасибо огромное, Сережа. Смотри, это как бы на будущий наш разговор, вот мы определились, да, о чем более детально поговорим. Конечно же, о разнообразии финансовых рынков, о многообразии финансовых инструментов, о подходах, многообразии подходов, да, обязательно о риск-менеджменте и так далее и тому подобное. Но сейчас, Дим, тебе вопрос тот же самый. С твоей точки зрения, в чем комфортный трейдинг? Ну, я абсолютно согласен с Сергеем в том плане, что прежде всего, на мой взгляд, и опираясь на свой опыт, да, нужно опираться прежде всего на эмоциональное, ну, на психологическое и эмоциональное ощущение. Ощущение. Да, комфорт от трейдинга. То есть, вот по своему опыту я вижу, что многие люди выбирают агрессивные стратегии, например, да, в том же трейдматике, при том, что они не готовы психологически к этим просадкам и таким, скажем так, движением их капитала, да, вверх-вниз. А что их заставляет выбрать тогда вот эти вот рискованные? Ну, прежде всего, люди, которые приходят на рынок, они хотят, в первую очередь, получить доходность. Побыстрее заработать. Да, побыстрее заработать, да. Потому что, ну, вроде считается, что на рынке это сделать гораздо проще, чем там другими способами. Да, здесь, как говорят... Чем в обычной жизни. Да, легкие деньги пришел, выбрал стратегию по такой, да, по доходной, наиболее, да, доходную, и все, больше делать ничего не надо. Вот, на самом деле, конечно же, это не так, ведь большая доходность, она, прежде всего, говорит о больших рисках, да, о большей вероятности, скажем так, просадки. Это то, о чем, как правило, начинающие клиенты просто не хотят слышать. Вот, поэтому здесь... Обязательно они игнорируют эту информацию, ведь им о ней и рассказывают. Обязательно, да. Везде, где есть какие-то упоминания о доходности, как правило, рядом всегда можно увидеть чуть поменьше, да, но можно увидеть цифру с потенциальным риском по этой стратегии. Вот, поэтому, прежде всего, конечно, вот, хотелось бы, чтобы клиенты адекватно оценивали вот этот вот уровень риска, максимально приемлемый для себя. Я понял, Дим, смотри, но, с другой стороны, я подумал о том, что человек приходит на рынок в первый раз, у него нет еще опыта, да, он может, конечно, сказать о том, что я рисковый парень, да, или там вот, опять возвращаясь к дорожной ситуации, я перестраиваюсь очень часто, но это... Ну, я аккуратно смотрю в зеркало. Да, да, но это, кстати, не обязательно будет обозначать то, что он и на рынке может себя так же вести. На рынке ему, как раз, может быть это и некомфортно. То есть я веду к тому, что ему надо обязательно попробовать, попробовать. Да, тут несколько аспектов. Первое, то, что если рядом с клиентом в этот момент оказывается какой-то человек, которому он доверяет, который сможет до него донести вот эту мысль, это уже полдела. Либо второй вариант, видимо, все-таки все равно на собственном опыте человек понимает, что нет, это риски для меня неприемлемы, выберу-ка я стратегию поконсервативнее, да, поумереннее. Вот, но тут вопрос в том, успеет ли его депозит даже до этого момента. Когда он поймет, что нет. Вот это мне комфортно, да? Да, что-то тут не то. Сереж, вот по большому счету можно ли вот без этого первоначального убытка, что называется, обойти сразу нащупав то, что мне комфортно? Или все-таки... Нет, проблема в чем, что люди сюда приходят на рынок из обычной жизни, да, и самое рискованное, что большинство людей делали, это депозит в Сбербанке. То есть они хотят надежность банковского депозита, да, чтобы он некий просадок был только вверх, а доходность желательно там, ну, процентов, что 50. Минимум. Минимум, да. Вот, а реально получается что? Что на рынке без риска, без просадок торговать невозможно. То есть любая стратегия, любой счет, любой трейдер, он так или иначе совершает убыточные сделки. И это нормально, кстати. Это нормально, это абсолютно нормально. Опять же, возвращаясь к аналогии с автомобилем, ехать, ну, мы не можем ехать, только нажимая на педаль газа. Так или иначе придется останавливаться, тормозить. Вот просадка — это тормоз на рынке, да, то есть мы перед светофором остановились, но не впадаем в депрессию от того, что вот там красный свет. Да, 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 а мы торопимся же, нам надо ехать. Загорится зеленый, мы дальше поедем. Вот, и заранее сказать, люди приходят на рынок, начинают работать. Сереж, прерву тебя, потому что новости, надо обязательно послушать новости очень важные. Потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.Ф. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Сергей Дорогавцев, управляющий активами, начальник отдела биржевого рынка, кондиционной компании «Финам» и Дмитрий Ладошкин, генеральный директор компании «Трейдматик». Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании «Финам.ФМ». Итак, мы обсуждаем сегодня тему профессию трейдера, говорим на тему комфортного трейдинга, какой он. И, уважаемые слушатели, для вас информация, если у вас есть какие-то вопросы к моим гостям, либо собственное мнение по этому поводу, пожалуйста, звоните, пишите нам на сайт. Мы обязательно вопросы ответим и их прокомментируем. Ну что ж, давайте в детали. Понятно, значит, собственно, оба, да, и Сереж, и Дима, и ты тоже, оба согласились с мыслью, что все-таки комфорт, он изнутри прежде всего, да, психологически должен быть комфорт. Да, значит, да. А вот если можно уже, так сказать, более конкретно, как этот комфорт, да, из каких составляющих, что ли, да, этот комфорт набрать? Вот с чего надо начать? Ну, или даже это не обязательно, я думаю, некая жесткая последовательность, просто именно вот эти составляющие комфорта. Опять я напоминаю, да, то, что, Сереж, ты уже озвучивал, да, выбор торговой площадки, выбор инструмента, там, я не знаю, что это, выбор компьютера. Платформа, да, торговая платформа. О, вот, торговая платформа. Кстати, два слова потом, Дима, расскажешь, да, потому что автоматизация процесса, это тоже, наверное, стремление к некому комфорту. Вот я как раз хотел, да, сказать, что часть и комфорт зависит от того, да, ну, во-первых, от выбора этой стратегии. То есть, в первую очередь, ведь торговля должна быть системной, да, то есть, вот, опять-таки, да, часто ошибка новичков в том, что они считают, что про риски можно забыть и можно торговать так, как вот они чувствуют, что вот новость вышла, вот можно купить здесь, здесь продать, да, 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 по чуйке. Вот, на самом деле у чуйки есть один большой минус, это неконтролируемые риски. Поэтому, конечно же, изначально нужно задуматься об алгоритмизации вашей вот комфортной торговой, торгового алгоритма. А по большому счету вот все, что связано с трейдингом, можно, так сказать, автоматизировать, да? Механизировать, ну, наверное, нет, на самом деле. Для всего ли алгоритма, да, для эмоций вряд ли алгоритма. Для всего надо стремиться. Надо стремиться. Сережа, ну, давай начнем. Итак, вот этот список, с чего? Список, ну, наверное, на первом месте это все-таки торговый метод, торговый подход, торговая философия, скажем так. То есть человек должен, ну, во-первых, методов очень много, да? То есть они все описаны в литературе, существуют. То есть не надо ничего сочинять? Ну, для начала нет. Можно просто выбрать. Можно взять просто несколько книжек по торговле и ознакомиться с различными методами, да? То есть, не знаю, долгосрочные, краткосрочные. Ну, извини, пожалуйста, человек неподготовленный, он разберется в этих книжках? Они, как правило, насколько я знаю, написаны таким... Ну, есть книжки разного уровня. Есть совсем для новичков. С загадочным языком. Безусловно, надо на биржу занести какую-то сумму денег, небольшую, но существенную. Кстати, это тоже важный момент, да? Деньги должны быть настоящие. Потому что есть так называемые демо-варианты. 100%, да. То есть только настоящие. Потому что деньги виртуальные, они не вызывают тех эмоций, которые возникают когда на кону живые деньги. То есть опять говорим, да, в психологии. Вот, когда у тебя на кону там, пусть, не знаю, 100 рублей стоит, на своих, на своих, на заработанных. Чтоб ты на них мог бы что-нибудь полезное купить, а то ты на рынок, конечно... То есть твоя психология начинает такие вещи с тобой вытворять, что ты понимаешь, думаешь, блин, ну как же я это мог сделать? Я же взрослый, здоровый мыслящий человек, как я вот мог здесь купить или продать. Так вот, надо просто, ну, прочитать ряд книг, посмотреть, какие стратегии есть. А потом отобрать те, которые на вам кажутся наиболее подходящими, и попробовать их торговать на своем счете. Сначала просто без изменений. Вот описано там торговлю, вот тупо повторяем. И уже смотреть по своим, ну, по результатам, безусловно, и по своим ощущениям, которые возникают в процессе торговли. Ну, грубо говоря, начинаете, там, вы выбрали какую-то там долгосрочную стратегию, по которой позиции должны там раз в месяц, состав портфеля должен раз в месяц перетряхиваться. Открылись, проходит 15 минут, и вы уже на себе места не находитесь, потому что там уже заработали, там, не знаю, полтора процента на счет, уже хочется взять эти деньги, хочется закрыться, там, зафиксироваться. А хочется еще донести денег, да? Да, да, да. Вот начинается уже раздрай, да, в голове. С одной стороны, как бы надо стоять, с другой стороны, вот уже деньги хочется взять. Вот, и тут очевидно, что такому трейдеру там долгосрочные стратегии не подойдут. Надо что-то вот более короткое смотреть. А, кстати, вот об азарте, да, Дима, вспомнил. Сереж, на твой взгляд, азарт вообще, это эмоция достойная трейдера? Нет. У трейдера не должно быть вообще никаких эмоций. Поначалу, да, эмоции захлестывают, там, азарт, там, ажиотаж какой-то, там, руки трясутся, там, холодный пот, там, страх, ужас, там. Там, если ночью куда-то ушел не туда, Доу Джонс, вот эти открытые позы остались, ты там... Ты не спишь с плечами, да, ты же смотришь, что там делаешь. Вот с утра бежишь там за компьютером. Вот, со временем, со временем, если человек, ну, работает над собой, там, методично торгует, со временем все уходит, да. То есть у трейдера, который уже стал профессионалом, эмоций практически не осталось. То есть это ручина, да, то есть он приходит, совершает какие-то сделки, там, ну, там, две убыточных, там, три прибыльных или наоборот. То есть, ну, это просто ручина, банально. Он знает, что там рано или поздно деньги он заработает. Ну, пусть там последних пяти сделок что-то потерял. Вот, то есть со временем эмоции уходят на второй план, потом вообще, если завет. А поначалу, да, поначалу, там, и себя помню, там, и своих коллег, и очень много людей, знаю, на рынке. Вот, естественно, эмоции настолько, настолько кипят, что они просто не дают рационально мыслить и совершать трезвые сделки. Ну, и вот, Дим, кстати, возвращаясь, да, к теме трейдматика, механизация или автоматизация этого процесса, это как раз бегство от эмоций прежде всего? Да, да, это прежде всего избавление от абсолютно ненужных для трейдинга вот этих вот лишних эмоций. Человеческий фактор. Человеческий фактор, да, так называемый. Вот, то есть в том же трейдматике вы можете сконструировать свою торговую стратегию с помощью, например, простого конструктора стратегии. Вот, тут же вы можете посмотреть, как ваш алгоритм вел себя в прошлом. Больше, вот, фактически, там, три кнопки нужно нажать, посмотреть. Да, там, действительно, стратегия была прибыльна. Вот, либо... Была бы. Была бы, да, гипотетически в прошлом. Либо вы тут же видите, оба-на, стратегия-то оказывается все это время стабильно, да, в просадку входила, в минусе. Да, смысл по ней торговать уже отсутствует. А здесь хоть что-то, но уже есть на вашей стороне, да, дополнительный, скажем так, фактор для принятия решения. Поэтому, вот, я считаю, это обязательный путь, который нужно пройти, прежде чем вот уже действительно торговать на, там, своем счете крупном. По-настоящему уже, да? По-настоящему, да. Сережа, вот, стратегия, это некая механика, да, некий такой алгоритмический подход. Зависит ли ее результат от финансовой площадки, от финансового инструмента, я не знаю, от, соответственно, там, долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного взгляда на рынок? Ну, когда мы начинаем работать на бирже, против нас играют две вещи. Первая — это комиссия, которую надо платить брокеру. Вторая — это проскальзывание. То есть, это разница между той ценой, по которой мы хотели купить, и той ценой, по которой реально купили. То есть, соответственно, чем более ликвидные инструменты, чем больше по ним объемов проходит, тем проскальзывание меньше. Меньше, да. То есть, купить «Газпром» просто, да, купить там что-то из третьего эшелона достаточно сложно, будет терять на проскальзывание. А комиссия брокера зависит от ликвидности? Комиссия брокера зависит от оборота, прежде всего, да, то есть, чем больше оборот, тем ниже комиссия. Соответственно, под результат стратегии будет зависеть и от комиссии, и от просказывания. Соответственно, если мы хотим торговать более часто, больше сделок совершать, больше оборотов, тогда надо выбирать более ликвидные инструменты, где сделок мы можем делать много, и на ликвидности на просказывание терять не будем. Если у нас стратегия какая-то долгосрочная, 2 сделки в месяц, условно говоря, тогда мы можем расширить спектр инструментов и добавить бумаги не те, которые в первой десятке, а во второй, в третьей, даже в четвертой. А вот смысл добавлять из второго, из третьего, и чему-либо из четвертого? Диверсификация. Диверсификация, да. То есть чем больше, ну, в определенных пределах, конечно, чем больше инструментов мы отслеживаем, тем больше велика вероятность, что мы заметим тренд, тенденцию на каком-то из них инструменте. Тем больше наши шансы на успех. Ну и плюс у некоторых инструментов, там наиболее ликвидных у них высокая корреляция, поэтому желательно, чтобы все-таки инструменты были абсолютно разные, подобраны, раскоррелированы в идеале. Другими словами, если я торгую только голубыми фишками, да, и там купил 10 штук подряд. Все равно, что нефтянка, да. Если они пошли вниз, они, как правило, все пойдут вниз, и, соответственно, я... Да, да, да. Если они чуть сильнее, чуть слабее, но глобально все вниз. Корреляция будет 90%. Кстати, вот если говорить о меньшей ликвидности, инструментах с меньшей ликвидностью, их можно, также торговлю ими, можно ли систематизировать? Можно, да. Но тут вот то, что Сергей сказал, действительно основным влияющим фактором становится ликвидность. То, что слишком... Ну, скажем так, опять-таки все это можно при тестировании выявить, но чем ниже ликвидность, тем больше будут издержки на каждую сделку, тем больше будет проскальзывание. И вот это проскальзывание, оно в итоге может съесть всю доходность по стратегии. Пускай даже стратегия была прибыльна, но вот эти вот издержки, они съедают всю прибыль. При этом, как правило, если об этом не задумываться, естественно, многим хочется как можно быстрее все это начать, запустить. О, роботы торгуют, плюс-минус, туда-сюда, лонг-шорт. Естественно, многие про это забывают, и вроде бы стратегия, человек протестировал ее на ликвидных фишках, все в порядке, все отлично, начинает торговать, допустим, на менее ликвидных инструментах и не понимает, почему у него вроде бы в истории... Откуда минус, да, взялся. Да, откуда минус. В истории все в порядке, а здесь... Да, Сереж, ты что-то хотел добавить. Я хотел добавить, что очень часто человек, который начинает писать торговых роботов, какие-то алгоритмические стратегии, он, не изучив до конца рынок, он не понимает, какое проскальзывание на более... на мини-ликвидных бумагах. Вот. И как сказал Дмитрий, это он мою мысль практически с языка снял, что он начинает вот эти вот методы для ликвидных бумаг, переносительные эшелоны... Начинаем даже понятие, может, такого не знаю, что такое ликвидность. Еще раз прервемся, новости потом. Новости. Итак, друзья, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам. Мы обсуждаем сегодня тему комфортного трейдинга и пытаемся понять, какой же он этот комфорт в этой профессии. Напомню, в студии Сергей Дрогавцев, управляющий активами, начальник отдела биржевого рынка, инвестиционной компании Финам, и Дмитрий Ладошкин, генеральный директор компании Трейдматик. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Итак, продолжим, продолжим, продолжим. Значит, поговорили мы о том, что большое значение для дальнейшего уже комфорта, а пока мы говорим все-таки о результатах неких стратегий, о том, чтобы она показывала доходность, это выбор инструментов, ликвидных инструментов, чтобы они, соответственно, не давали большей просадки. Потому что просадка, по сути, ведь это параметр, который не появляется в результате функциональной стратегии. Нет, как просадка, она зависит от стратегии, но проскальзывание туда еще добавляется. Sorry, sorry, я не то слово, проскальзывание. Проскальзывание, да, он не зависит от стратегии, он просто есть объективно на рынке. То есть это надо учитывать для того, чтобы, да, соответственно... То есть просчитывая стратегию, как-то рассчитывая свои действия, надо принимать от этого внимание. Ну, это как, не знаю, тормозной путь, опять же, если... Да, к любимому... Ну, к дороге мы возвращаемся, да. К любимому сравнению, да. Во время дождя он увеличивается, но сухой дороги он маленький, соответственно, мы дистанцию держим относительно с учетом этого параметра. Так, хорошо, давай продолжим тогда разговор, или, точнее, сравнение, да, с вождением автомобиля. Я так понимаю, что... Так называемая торговая платформа, да, в какой-то степени тоже можно... Может считаться частью, да, этого автомобиля, удобством там каким-то... Ну, безусловно, да, 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 да. С кем ты ее, с коробкой передач, может быть, сравнишь, да, там, с автоматом или с механикой? Пожалуй, да. Давай. Передач. Ну, есть, как бы, универсальные платформы, да, которые есть у всех, это, там, а-ля Квик, да, то есть, там, не знаю, 80% рынка. Вот, те, кто... Те, кому недостаточно возможностей Квика, начинают заказывать, ну, скальперы, да, начинают заказывать скальперские приводы, так называемые такие маленькие программки, которые позволяют, ускоряют, улучшают... Ну, то есть, они привязываются к тому же Квику? Да, ну, на стройке над Квиком, да. Ну, это как вот, если, не знаю, там, серийная машина, а можно ее, там, проапгрейдить, там, то самое... Тюнинговать, да, чипануть, что-то такое, там, мощность поднять, там, коробку перестроить, там, передастные числа в мостах, еще что-то. Вот, то же самое, это скальперский привод. Если идти еще дальше, есть специализированные программы, которые позволяют написать, запрограммировать, описать свою стратегию в виде компьютерного кода, подключить, нажать кнопочку «Пуск», и уже сделки будут идти без вашего участия. То есть, надо периодически просто подходить и смотреть, а компьютер работает, там, не зависло, все нормально. Вот, это уже, ну, высший пилотаж. Ну, и, соответственно, каждый выбирает под себя, что ему ближе, что ему нужно. Значит, есть какие-то вот убежденные, там, технари, которые торгуют, там, по механическим системам, им будут последние, да, вот специализированные программы. Там, к интродэйщикам краткосрочным им подавать кабельские приводы. Ну, а большая часть им достаточно серийного нашего автомобиля, вот, серийный торговый платформер. Ну, кстати говоря, о комфорте в этом случае, да, тоже понятно, да, если это автоматизация процесса, то комфорт очевиден, ничего даже руками не натрогать, все само работает, там, я сижу только наслаждаюсь видом прибыли. Ну, тут тоже надо постоянно мониторить ситуацию, что, я сказал, не зависло, чтобы, там, лимиты нормально встали, потому что в прессе часто, ну, достаточно часто появляются сообщения, что вот, там, какого-то брокера, там, сломался робот, и, там, за три секунды потерял, там, прибыль последнего полугода. Ну, это реальные такие вещи, реальные? Реальные, да, да, да. Реальные, да. Были, Дим, даже ты сталкивался с такими вещами? Ну, я лично нет, но, скажем так, у знакомых, да, были действительно. Серьезно. И это все результат чего? Что, вот, заклинило компьютер, что ли? На самом деле, несколько факторов, которые наложились друг на друга, и, скажем так, вероятность того, что они должны были все эти факторы в один момент произойти, она там была ничтожна, но вот так случилось, да, и последствия такие достаточно печальные, то есть, там, миллиарды долларов убытка, в общем, кошмар. Ну, это было, насколько я помню, в прошлом году, но не буду больше подробностей рассказывать, но, вот, действительно, да, такие случаи были. Хотя, при этом, организация, которая занималась торговлей, была более чем серьезной, сидел там штат математиков. То есть, просчитать это было практически невозможно. Да, и там не просто, естественно, компьютер, а там целый облачный центр вычислений, и, естественно, там, резервирование, и все такое, и ничего не помогло. Вот, так что... Да, это причинально. Так что есть вот риски все равно определенные, да, связанные с обеспечением комфорта. То есть, нерыночные, да, нерыночные риски. Да, тут, наверное, скорее, да, нерыночные риски. Ну, а если вернуться к тем, кто, как ты говоришь, большинство, заставляет большинство, да, не прибегают к каким-то супер-пупер технологиям, а по старинке торгуют руками, что называется, да, вот для них это тоже комфортно? Ну, раз они торгуют, да, безусловно. Нет, может быть, знаешь, настолько костная психология, что вот у меня лично, по крайней мере, я с уважением отношусь к этим всем автоматизациям, но просто жизнь так сложилась, что я как-то в этот материал в свое время не погрузился, в этом я сейчас... Ну, все очень просто. Не каждый же из нас хочет гонять по улицам города на спортивном автомобиле, на спортивном мотоцикле. Точно так же и на рынке не каждый хочет иметь себе робота или скальпировать по 100 сделок в минуту. Поэтому, как большинство людей удовлетворяются с обычными стандартными комплектациями, точно так же и на рынке большинство людей устраивает то, что там дает квик или транзак. Там в рамках самой программы тоже можно поднастроить, интерфейс там что-то добавить, что-то удалить. Ну, не знаю, 90% людей, этого достаточно. Более чем достаточно. Еще даже приходится лишние опции как-то отключать и оставлять именно то, что тебе нужно. Правильно говорят иногда, что банальные фразы, гениальные просто, я уж не хочу сейчас на этот уровень подниматься, дело, конечно, не о гениальности какой-то, но наиболее результативное, если мы говорим о трейдинге, о системе, это правда? Да, да, да. Но с другой стороны, в любом случае, да, прежде чем к ним прийти, нужно, да, как правило, перелопатить. Да, 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 это надо сначала сделать кучу-кучу-кучу всего лишнего, а потом начинаешь это отсекать, 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 и в конце у тебя остается то, что должно быть. То, что должно быть. Но на это уходит, там, не знаю. Годы. Годы. Купил и держи. Все эти годы, да. Ну, действительно, это самый простой, самая простая стратегия, да. Хорошо, и очень важный момент, давайте, если можно, тоже более детально о нем поговорим, это риски. Вот, кстати, сейчас в разговоре, да, Дима вспомнил вот этот случай, говорит, не буду больше рассказывать, ну, видимо, боится, да, огорчить слушателей и нас, Сергей, не надо больше об этом говорить. Но, тем не менее, есть риски нерыночные, да, и о них наверняка говорить, действительно, слишком, слишком подробно смысла нет. А вот есть риски рыночные, именно те, которые, прежде всего, да, должен профессиональный трейдер просчитывать, к которым должен готовиться, на которых основывать, да, свою торговую стратегию. Вот о чем здесь идет речь, Сергей? Ну, наверное, первое, что приходит в голову, о чем должен каждый подумать, как другой торгующий, что делать, если, там, не знаю, выключился свет, пропал интернет, вырубился еще и телефон, да, в голове, или там, еще лучше на бумажке составить такой план эвакуации, что делать, да. То есть желательно, если вы торгуете из дома, иметь просто старый добрый телефон, который работает без блока питания, как просто от телефонной розетки. Чтобы снять трубку, позвонить блокеру. Извини, извини, пожалуйста, я просто ситуацию пытаюсь представить, то есть все, о чем ты говоришь, да, связано с тем, что у меня нет возможности связаться с брокером, правильно я понимаю, да? Да, да, да. Интернета нет, света нет, телефоны, телефонный связи. Телефонный кабель перерезан, перерезан. Это явно враги. По-хорошему, если вы серьезно занимается торговлей, у вас должна быть пара компьютеров, пара интернета. Вот на этот случай. Да, которые должны постоянно работать, чтобы один отрубился, а тут же на другом. Сейчас еще, ну, как бы идти дальше, это, значит, какой-то областный сервер, вы делаете виртуальную машину в дата-центре, она работает 24 часа 7 дней в неделю, это существенно повышает надежность, вот, дальше, там, пару интернет-провайдеров, да, если вы торгуете из дома, один отвалился, вы сразу на другого, плюс еще телефон с GPRS, чтобы вы в любой момент могли переключиться. Круто. Вот, что еще, плюс запасной телефон, вот, который без электричества, чтобы позвонить брокеру, сделать заявку с голоса, банально, вот, ну, вот, такие вот основные вещи. Ну, это опять, наверное, все-таки не относится... Это из опыта, это выстрадано на собственном. Я догадываюсь. На собственных деньгах, на собственной шкуре, что называется, что бывали ситуации, когда, вот, непродуманно, да, вот, порвала связь, что делать, куда бежать, потом уже в следующий раз думаешь, ага, чтобы мне не попасть вот в такую ситуацию снова, не потерять деньги, надо, там, вот, еще один, там, еще одного провайдера, там, еще один компьютер поставить, ну, и так далее. Вот, все это, собственно... Нет, это все описано в книжках, да, то есть это умные люди. Те же самых, которых ты, да? Да, и умные люди тебе расскажут, прежде чем начинаешь торговать, надо сделать то-то, то-то. Ну, кто же, кто же будет слушать, да, кто же, зачем? Это как инструкция, знаете, кто это читает. У меня надежный провайдер, он ни разу не рушился, там, за последние пять лет ничего не сломается, да? Да, обязательно, вот, именно тогда, когда нужно будет выходить из позиции, закрывать, потому что срочно, да, и в этот момент этот супернадежный провайдер даст осечку. Ну, на сегодняшний день, на мой взгляд, самый надежный это виртуальная машина в дата-центре, установленная торговая, ну, торговый робот, назовем так, стоящий в дата-центре, который все время на связи, все время совершает сделки, а вы периодически, там, несколько раз в день к нему заходите, смотрите, а работает нормально. Плюс еще там должна быть обратная связь, чтобы он с вами связывался, если что-то сломалось, вы, там, получили смс-ку, там, или письмо по электронной почте, знаете, куда бежать, там, и принимаете меры. — Ну, это опять мы говорим все-таки о автоматизированном процессе. — Автоматизированном, да. Если торгуете из дома, то пара провайдеров, пара электронных девайсов, чтобы всегда быть на связи, всегда можно было бы закрыть позиции. — Понял. Понял. Ну, еще раз я повторю, мне кажется, все-таки, опять-таки, эти проблемы, они не совсем к рынку относятся, да, то есть это риски, связанные, ну, с какими-то технологическими проблемами. — А, если про рынок мы говорим? — А если говорим про рынок, все же, да. — Безусловно, стоп-лоссы, это однозначно. Я, значит, веду семинары иногда. Вот, и говорю своим студентам такую фразу. Вот представьте, что сейчас вот рынок закрылся, да, допустим, сегодня у нас там 12 декабря. — Декабря. День конституции. — День конституции. Представьте, у вас там какие-то позиции, там, что-то куплено, что-то может быть продано, там, не знаю, «Газпром», там, не важно. А теперь представьте, что вот те цены, которые есть на сегодня, это максимум на ближайшие 10 лет. Вот что в статус сегодняшнего дня рынок будет идти только вниз, 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 и вот вернется обратно через 10 лет. Вот если ваши позиции защищены стоп-лоссами, да, если ваши торговые стратегии предусматривают выход из позиции и не потерю денег, то я на вас совершенно спокоен. Вот, если у вас такого механизма нет, и вы не знаете, что делать в такой ситуации, то вам надо срочно разрабатывать этот механизм и как-то предусматривать риск-менеджмент. Вот, ну, большинство людей, да, они даже вообще не задумываются о том, что рынок может упасть и 10 лет не восстанавливаться, да. Вот, то есть, безусловно, должны какие-то стоп-лоссы, да, какие-то уровни, на которых происходит закрытие позиции, чтобы, с тем, чтобы принять убыток, там, не знаю, в 5%, и не допустить убытка, там, в 75%, иначе будет вот как в 2008 году, да, вот совсем недавно было, я помню, там каждый день минус, 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 и вот конца не видно, вот все уходило и уходило вниз, уходило и уходило. А трейдер при этом, вот, как он рассуждает, почему он не закрывается? Ну, вначале он надеется, что все отскочит, что это разово, что убыток пока небольшой, я потерплю, убыток больше, 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 там, минус 2, минус 5, минус 7, минус 10, да, уже, ой, 10, жалко резать, подожду, да, уже, да, уже, а там же минус 20. А 20 уже, уже и смысла нет. Это, знаете, как вот на, это самое, сорняк на грядке, пока он маленький, да, его можно двумя пальчиками раз выдернул, выбросил, а когда он разрастается в большой такой колючий куст, уже нужны какие-то резинтовые рукавицы, даже ломато, чтобы выживать оттуда, вот, тоже, это тяжело. То же самое со счетом, пока у тебя убыток маленький, там, процент 2-3, закрыться просто, но когда у тебя убыток, там, уже, там, 30-40%, уже это очень сложно сделать, там, как же, там, я добровольный. То есть рука просто не поднимается? Не поднимается, да. Человек сидит, у него депрессия, он думает, сейчас я отыграюсь, отыграюсь, еще подкупаю там снизу. Тут рынок идёт вниз. К вопросу об эмоциях как раз. И о комфорте, я тоже подумал о том, что... Да, и вот прям наглядный пример такой очень хороший. Вот в этой ситуации уже становится некомфорт. В этой ситуации фактически какой-то, да, некий стопор срабатывает, и просто человек... Стопор. Стопор тоже хороший. Стопор в каком-то смысле тоже. Отсутствие стоп-лосса, да, стоп-приказа, вот вам в результате стопа. Да, человек не понимает, что делать, то есть всё, вот он в каком-то находится таком... Даже, может быть, и стопы есть, но у человека нет сил его выполнить. Очень часто такое бывает. Вот, кстати, что значит выполнить? Подожди, стопы, это же не автоматическое... Ну, некоторые трейдеры не ставят стоп в систему, а купив бумагу там по 120 рублей, не говорят, будет 110, я продам. А, то есть он вот здесь... 110, я продаю, да. Ну, это не стоп, конечно. Ну, стоп должен быть... Это стопор. Это стопор. Давайте ещё раз новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Сегодня мы говорим на тему комфортного трейдинга. Пытаемся определить, в чём же этот самый комфорт, от чего он зависит. У меня в студии сегодня Сергей Дорогавцев, управляющий активами, начальник отдела биржевого рынка инвестиционной компании Финам и Дмитрий Ладошкин, генеральный директор компании Трейдматик. Ещё раз я напомню, телефон студии 651099.6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, мы прервались в разговоре о стопах. Должны быть стопы. Кстати, вот тот пример, о котором ты говорил, мне кажется, вряд ли можно его назвать примером. Когда стоп держится в голове? Да, да, да. Пример существующего стопа. Ну, это может себе позволить только очень дисциплинированный трейдер. На практике показываешь, если люди пользуются вот таким методом удержания в голове, то они оттягивают этот до последнего, а там уже зачем закрываться, уже так много потерялись. Мороженков уже сейчас. Дим, смотри, а если говорить о автоматизации процесса, в принципе, стопы каким-то образом программируются? Да, да, то есть на уровне алгоритма стратегии клиент разрабатывает, изначально, да, программирует, скажем так, указывает вот эти вот выходы при каких условиях. И вот в чем основное преимущество алгоритмизации в том, что здесь система сама в любом случае закроет эту позицию, да, пускай там, может быть, человек попытался бы, да, передумал, а вдруг вот, 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 может быть, сейчас-то она отскочит, вот, может, не стоит торопиться. Здесь нет, здесь все жестко. Есть правила. Изменить ты не можешь его, да? Нет, можешь, можешь, но да, тут вот именно основной смысл именно в том, что изначально запрограммировав, создав вот этот вот алгоритм и протестировав его, убедившись, что он действительно подходит, ты его не меняешь. То есть ты по нему, система по нему торгует автоматически. И как бы тебе не хотелось бы в какой-то момент, ну, чуть-чуть там подкрутить здесь, чуть-чуть там, нужно стараться удерживать себя от этого, потому что в этом фактически залог, на самом деле, успешности торговли на рынке. Именно в этом, а не в том, что каждый раз там чуть-чуть пытаться что-то предугадать. Кстати, часто такие случаи, да, насколько я знаю, встречаются, что даже если стоп стоит, вот такой не в голове, а непосредственно, да? В системе торговли. В системе, да, то при приближении к нему цены, народ начинает его потихонечку сдвигать, 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 а потом его все убирает. Это вот один, еще один из примеров, да, то есть самая недисциплинированность. Да, очень серьезная ошибка, потому что стоп можно двигать только вслед за ценой, нельзя от цены. Это теряется смысл просто, да, его существовать. Тогда просто, да, риски фактически становятся неконтролируемы. Ну, сам, сам-то просто. То есть сам свою систему убиваешь. Хорошо, еще один важный момент хотел бы с вами обсудить, это, собственно, методы принятия торговых решений, пресловутые вот эти самые причины, по которым, да, мы то ли покупаем, то ли подаем, продаем. Кстати, вот некоторое время назад тут мы с вами слушали во время паузы рекламу, там что-то про кофе было, про кофейную гущу. Да, да, да. Вот как вам метод гадания на кофейную гущу, Сережа? Отличный, отличный метод. Гадания на кофейную гущу, ну, я, может, сейчас скажу такую вещь, что наши слушатели мне не поверят, но тем не менее, на рынке абсолютно не важна точка входа, не важен способ, как мы входим. На рынке гораздо более важен метод, по которому мы определяем точку выхода. Соответственно, входить можно просто подбрасывая монету. Сережа. То есть я вот брал программы для тестирования, писал несложный код, вход, это генератор случайных чисел, с вероятностью 50%, просто орел-решка. Вот, а выход использовал как бы скользящий подтягивающийся стоп-лосс, трейлинг стоп, что называется. И система давала прибыль. То есть да, был большой процент убыточных сделок, когда не было тренда. Вот, но когда начиналась тенденция, очередной случайный вход меня ставил в позицию, и я держал эту позицию столько, сколько он развивался в тренде. Ну подожди, все-таки случайность этого входа, она определяет момент входа или там цену входа, но направление сделки-то определяет тоже? Ну ты говоришь, началась тенденция, ты же ставишь по тенденции, наверное. А случайные числа ты подбросил, а они тебе говорят, продавай. Ты против тренда что-то встанешь? Ну я могу стать против тренда, но если у меня есть стоп-лосс, я закрою с минимальной потерей. Нет, ну ты имеешь в виду, что монетка, она определяет не направление входа, да, а собственно сам момент входа, что вот в каждый момент времени накидаешь монетку, входишь или не покупать. Я тестировал только лонговую систему на шатуре. А, покупать не покупать. Ну да, просто как наглядный пример. Поэтому, используя какой-то грамотный, правильный метод для входа, мы можем увеличить точность системы, но глобально, радикально на системе это не скажется. То есть можно и по кофейной гуще входить, главное то правило, по которому мы выходим. Если мы будем выходить по кофейной гуще, это... Тогда лучше просто сидеть и пить кофе. Вход по монетке, выход по кофейной гуще. Да, да. Это очень радикально. Когда мы торгуем на рынке, основная идея, чтобы понять, как работают прибыльные методы, да, как можно дольше, есть такая поговорка, дай прибыль утечь, вовремя обрезай убыток. То есть если у нас убыточная позиция, из нее надо выходить как можно быстрее, не давать разрастаться этому нашему сырнику нашей убыточной блоки. А если сделка прибыльная, пошел тренд, нам капает доход, эту позицию надо держать как можно дольше. Вот. В большинстве случаев, почему у людей не получается? Потому что они действуют с точностью до наоборот. Когда они входят в сделку, она начинает давать доход. Человек тут же закрывается и уходит, закрывается, уносит эту прибыль, вместо того, чтобы постоять и заработать еще. А когда он получает убыток, он не закрывается. А ждет, когда... Да, ждет пока... Он надеется, что все отскочит, и он опять выйдет в ноль хотя бы. Вот. И получается с точностью до наоборот. Когда профессионал будет держать позицию по тренду и стоит зарабатывать, большинство людей стоит против тренда, терпит убытки, ходит переживать, нервничает. Когда же тренд закончится? Ну вот у тебя как профессионал были на лекослушии, когда ты точно так же, да, встал по тренду, и она пошла вроде бы, да, ты там подтягиваешь стоп или просто следишь за тем, как растет убыток, а потом резкое движение против тебя, и у тебя нет ни прибыли, и может быть даже и небольшой убыток. И ты пожалел, наверное, и сказал, ну почему же я не закрылся? Ну, Олег, я знаешь, если я буду применять этот метод в дальнейшем, я рано или поздно заработаю, потому что я уже торгую по нему, там, в 10 лет, протестировал 30 лет, и знаешь, этот метод работает, просто потому что на рынке рано или поздно возникают тенденции, и мы заработаем. Все. А результат одной сделки, ну, меня слабо волнует. То есть притормозил немножко. Ну да, просто есть какая-то статистика уже у человека, да, по этой стратегии, и он, в принципе, знает, какое примерно соотношение там прибыльных и убыточных сделок. Он знает, что ничего страшного в том, что там, допустим, 5 убыточных сделок подряд нет, потому что и в прошлом такие были случаи, и в итоге прибыльные сделки, они все равно в итоге дают прибыль, в том числе перебивая вот убыток от этих убыточных сделок. Поэтому тот, кто к этому готов, опять-таки, психологически изначально, тот адекватно вот эти вещи воспринимает. То есть опять психология? Опять психология, да. А если не готов к этому, то думаешь, ой, 2 убыточных сделки подряд, наверное, моя система перестала работать. Наверное, нужно подкрутить сильно, добавить фильтр, добавить индикатор. Я бы более радикально. Наверное, нужно менять профессию. Наверное, да. Бить кофе, варить кофе. Неудачный я трейдер какой-то, 2 подряд убыточные сделки, это кошмар. На 3, если. Сережа, Сережа, и вот, говоря о прибыльных и убыточных сделках, о соотношении прибыль-доходной в каждой позиции, мы опять выходим к тому, что, ну, во-первых, в хорошем смысле я с тобой абсолютно согласен, трейдинг это рутина, это, так сказать, да, такой ежеминутной, ежечасной, ежедневной работой. Это не казино, да. Да, да, да. Бывает так, бывает всяк. Главное, чтобы статистика была положительной. Вот из чего эта статистика складывается? Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Она складывается, ну, как я же говорил, у любого трейдера есть положительные сделки, отрицательные. Если мы говорим про стратегии, которые следуют за трендом, ну, выявляем тенденцию, открываемся и стоим в направлении тенденции, чем, как я работаю последние годы, то здесь статистика примерно следующая. Ну, примерно, значит, процентов 60-65 – это сделки убыточные, процентов 40-45 – это сделки прибыльные. То есть статистика отрицательная. По количеству сделок, да. По количеству сделок. Но важно тут не сколько, как часто мы правы или неправы, а сколько мы зарабатываем, когда правы, и сколько теряем, когда неправы. Так, а там из чего статистика складывается. А там очень просто. Так как мы ставим стоп-лосс, то средний убыток, он гораздо меньше, чем средняя прибыльная сделка. А если посмотреть просто по результатам сделок, скажем так, то реально прибыль приносит, ну, где-то процентов 5-10 от общего числа сделок, которые дают большую-большую прибыль. Остальные 90% сделок в общей сложности дают ноль. То есть суть в чем? Мы сидим постоянно… То есть минус на плюс вот этот, да, получился ноль. Да, да. То есть вот там мы сидим, торгуем, торгуем, торгуем в районе нуля-нуля-нуля-нуля, каких-то результатов это не приносит. Потом вошли в рынок. Когда это произойдет, никто не знает. Может быть сегодня, может завтра, может через полгода. Пошел сильнейший тренд. Мы этот тренд отстояли, сняли снифки, и он нам перекрыл убыток, который накопился, и просто вывел счет на новый максимум. То есть по большому счету доходность ключевую дают именно вот эти несколько сделок? Несколько сделок. Принцип Парета тот же самый, да? А, кстати, механика точно так же выглядит, автоматизация точно так же? Там, наверное, все-таки какое-то другое должно быть. Нет, а здесь же не от автоматизации зависит, здесь больше зависит от алгоритма. Вот как раз я только хотел сказать, что это опять-таки отличный пример того, что психология в данном случае будет, ну, скажем, да, эмоции будут только мешать. Почему? Потому что, опять-таки, да, много убыточных сделок, либо там около нуля торгуют. Человек считает, что, наверное, вот не работает она. Выключу-ка я на денек эту систему. И именно в этот день обязательно, обязательно будет вот этот вот вход, который даст ту прибыль, да, которая заработает в системе, грубо говоря, там, за последний месяц или несколько месяцев. Вы знаете, самое большое сейчас мое сожаление, потому что у нас время заканчивается, я вам еще только такую кучу вопросов хотел задать. Можно прийти еще. Обязательно. Нужно даже прийти еще. Когда только это случится, я потом позже вам сообщу об этом. Два слова буквально по рынку. Что происходит на рынке сейчас, Сереж, на твой взгляд? На рынке... Одним словом даже, может, только цензурным. Только цензурным, блин. Думя. Вяло-текущий боковик. Вяло-текущий боковик. И ты, я так понимаю, и твои стратегии пока сейчас не особо радуют результаты. Я сейчас в настоящем... Нет, конечно, не радует то, что происходит. Сейчас я в моменте держу нефть и держу доллар. Всего лишь? Да. Дим, твой взгляд на рынок одним словом? Грустно. Ну ладно, грустить не будем. В любом случае, это эмоции. А эмоции, как известно, трейдингу не помогают. Поэтому будем додеться на лучшее. Огромное спасибо Сергею Дорогавцу, управляющий активами, Дмитрий Ладошкин, генеральный директор компании Трейдматик. Были сегодня в студии своего остатка. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Успехов на рынке. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.